ребят всем привет сегодня не пугайтесь у нас небольшая замена олег не смог приехать на главное мероприятие самогонщиков которые происходят в нашей стране вы конечно гадали знак качества происходит происходит она в артихоле приехали на мероприятие будем показывать вам то что увидим будем делиться опытом будем прицеливаться по запахам тем более в этот раз там много интересных номинаций олег уволен или что по олег на больнице не пугайтесь всего не ругайте но мы еще взяли самого крутого самогонщика города троицка это роман он с нами приехал так что вот мы проем будем сегодня показывать и рассказывать вообще что покажем что как все погнали поехали у у меня короткий вопрос для подписчиков моего канала как профессионального начинающего или профессионально не знаю какой самогон варенье серьезно и так вопрос как правильно отбирать на домашнем оборудовании небольшом ну то есть 30-35 литров куб там 3 киловатта мощность она как правильно драть голову стоит покапельный или струйный показано как в любом случае на дистилляции дистилляция и артификация отбор голов на мой это покапельный медленный плавно отбор как принято считать что верхняя часть колонна образуются все эти легкие кипячие фракции которые ладно плавно будут забрать вот другое дело что если это уже промоток как он шлем или пищевая там естественно уже трука переходящая в капли и капли переходящий уже такой более-менее быстрый опор но там уже немножко другое укрепление и здесь вообще даже тема такая что в лично я делю голову на две части головы подголовье если там к интерновая тема то на через две недели от стойки бутылки отдельная тема головы подголовье так называемая здесь я нюхаю мне все нравится я его к телу присоединяю потому что там бешеный аромат все услышаны пойдем дальше он можно у тебя пару вопросов вообще что ожидается на форуме винокуров но и вообще расскажи историю историю простая пять лет назад мы сереже напиток дома решили что нужно устроить мероприятие для самогонщиков именно с правильным судейством для того чтобы трезво и осмысленно оценивать то те напитки которые они изготавливают дома соответственно это должно быть не просто должна была быть судейство не просто по системе джексона по системе которая учитывает технологические особенности перегонки выдержки использования сырья вот это собственно мы и сделали пять лет назад мы начали постепенно эту тему развивать и сейчас вот развились до того что в этом году у нас в общей сложности зале будет порядка 800 человек что будет дальше не знаю многие спрашивают будем обещать менять площадку скорее всего и нет по ряду причин одна из них это мы не можем позволить себе слишком большое количество напитков судей судьи не жили ними не железные они тоже как бы люди они не могут такое количество напитков судить мы восемь дней в этом году потратили на то чтобы осудить напитки их было очень много ну и как бы посетители тоже они тоже не железные и если мы сделаем вместо там 65 винокуров которые сейчас есть если мы сделаем их 100 их просто банально все не обойдут поэтому мы считаем что вот в том виде в котором это есть сейчас это скорее всего будет дальше продолжаться а что будет происходить ребята можете посмотреть я думаю что ребята все покажут буквально через час начнут выходить посетителя вы все увидите количество напитков и дистиллеров я думаю что данном случае видео вы все посмотрим форум почему-то один раз да в год вообще проходит да мы не мы у нас была мысль в свое время перейти на двухразовые так скажем ну на проведение два раза в год мероприятий отказались от этой мысли именно потому что февраль вот он как-то он нам запал душу это идеальный месяц это последняя суббота перед великим постом это затишье после нового года и самое главное что в осенью проходит достаточно большое количество подобных мероприятий мы не хотим ни с кем бодаться конкурировать пересекаться там толкаться локтями поэтому вот выбрали февраль и скорее всего по крайней мере на данный момент мы зафиксировали именно проведение мероприятий один раз в год а еще антон какие номинации но только так по-быстрому номинации сегодня но фрукты выдержанные фрукты не выдержанные зерновые выдержанные хлебные вина джин водка ароматная водка простая и впервые в этом году мы с серёжей начнули взять номинацию ром антон у тебя есть канал ссылка где будет спасибо 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 ребят а это наш подписчик артипол как телеграфол телеграфол александр сказал что лучше чем на сухарь и чебуречная нового бюрка ярославской улице я помню меня отец туда возил я еще даже с полем не учился совсем отличие возрасте и она до сих пор осталось тоже шоу фруктовые как обычно да 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 хлебное вино ячментное пихуа который был в прошлом году и яблочко что будем пробовать давай хлебное вино какое рожь и сменит рожь хорош 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 очень хорошая после вкуса черный хлебушек пошел прикольно да ну и как всегда рожь это самый мягкий напиток не можно попробовать я буду попробуем подойдем обязательно мы только-только зашли это понятно это все собираются еще очень выстрел хорошо хорошо все карма а где король на больнице на больничном двое волос а вас искали ну а то сейчас мы кондошу идем а то он уже интервью дал ты дашь что-нибудь это последнее что могу отдать в этом ладно не пизди все что-то еще оставил здесь место не нашлось для них вообще в этом году ты вот ну ромда твоя день есть нет опять не чем приехали ровки попробуем ну давно не правда немного лучше вот я тем более 100 просто хвалил мы подождем чуть-чуть прошел год почти лучше если вот и сайта можно да 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 я же пихиал его депестацию ну там уже были там вот купожи все божи сырье там вашей сырья и разных бочек а там только 4 или 5 я считал читал тудем до из квалификации у меня там утрировано ну насколько ты знаешь это он ушел дискла потому что голова стена не курсе не спрашиваю а вот по очкам то есть вот 30 там 50 там и 80 там вот и так вот ну понятно понятно так погнали мир все а где Олег? на больничном на больничном подустал да немного? пчелы покусали пчелы покусали очень любит мед а я бы говорил внули не суйся к самозванцам вопрос почему не отвечаете на комментарии подписчиков которые вам пишут вы ничего не отвечаете? мы не отвечаем на дурацкие комментарии на дурацкие? нет были хорошие комментарии я заходил их не отвечаю ты посвоишь? это ты писал? признавайся фаршиец ну то есть вы к знаку качества своим лучшим друзьям не привезли брелочков да? все распродали ну как же так? мы его 500 штук заказали сейчас но я понял ну мне кажется все в пару недель да? ну да 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 ну вы свистите тогда хорошо у меня самый миг у них где? минимум на пяти машинам так все есть ладно Дипан не мешай нам снимать вот работа нет 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 мы еще интервент хотели взять давай какие вообще у вас задачи? почему видео не выпускаете? где видео будет под самогон или про что? короче мы немного подзабили на это все дело наверное месяца полтора-два ничего не выпускали вот ну я не знаю планируем все-таки какие-то видосики сейчас пилить начать плюс мы сейчас магазин открываем наверное там будем по магазину там что-то снимать да может мы у них лабораторию выкупим? нет вы там мне не нужны на участке короче все нормально да все нормально немножко мы просто у нас пивоварня очень много времени занимает очень много и мы немножко от ютуба отдохнули вот и я думаю начнем скоро я думаю и от ютуба отдохнули ну да и мы от ютуба отдохнули да нет у вас видосики заходят всегда очень положительно спасибо вы молодцы спасибо на прошлом знаке мне вот здесь вискаль больше всего понравился самый крутой был ну подошли вы на стенд к доктору Губеру очень приятно вас видеть в здравии взаимно хочется пожелать хороших успехов расскажите про новинки что нового по новинкам соответственно на эту выставку мы привезли универсальный комплекс на 350 литров это у нас пивоварня да вот слева стоит пивоварня пожалуйста пуховой нижний люк до выпуска тропины с правой стороны это колонна для комплекта мини спирт завода то есть кронами направляем надо пиво варить варим пиво и надо джин самогон бистиллят и спирт перегоняем на колонне в принципе с миджетом уже не знаю все наши знакомые миджет он в том же исполнении что и был или что-то поменяли здесь были клаповые хомуты мы соответственно на станках с ЧПУ сейчас точим свои безпосъемные соединения и фиксируем ну и включение воды сделали елочки предлагаем хороший шланг ПВК затостили конструкцию а это перегонный пункт на 29 есть вот состроенный рейтенок есть такой же с термоконтроллером это уже новинки стало такого раньше не было есть отличные емкости для сбора и хранения спирта на 23 литра емкость нужно открыть внутри посмотреть очень удобно во первых собирать спирты разбавлять хранить емкость полностью герметичная крепление идет как крышка перегонного куба там же как вот силиконовая герметичная прокладочка внутри разметка литража вот пожалуйста то есть собираем разбавляем храним не только спиртом и воду молоков все что угодно пиво если нужно некоторые ребята просят под пиво используют врезаем планку крышку гидрозатвор и очень удобно в замыке то есть есть допустим емкости не будем их называть но у которых есть плечики да и когда мы надо полностью все слить плечики мешаются когда надо хорошо все помыть плечики мешаются здесь нет полного доступа но аварийный клапан нету нигде и народ задает вопрос где аварийный клапан смотрите вопрос такой аварийный клапан нужен для чего во первых у нас на самогонных домашних аппаратах везде есть связь с атмосферой соответственно предохранительный клапан нужен когда система закрытая когда может давление нарастить у нас здесь давление оно возникнет не может связь с атмосферой и второй момент который надо учитывать если говорить про предохранительный клапан обзовем это сосочки не такие не такие другие другого плана в принципе по давлению группы безопасности здесь нам нужно вот говорить про почему клапан у всех у всех самогон аппаратов любого уровня есть связь с атмосферой а представьте у человека там с пыломешок какой-то который ты затираешься заткнул ты верхнюю дырочку реально давление в кубе растет вот для этого нужно клапан для этого народ задает вопрос где аварийный клапан тут такой момент что надо понимать если ставить клапан на примере симплом например пойдемте посмотрим мы работаем с пароведяной рубашкой работаем с давлением соответственно у нас стоит вот такой мощный клапан здесь понятно да и на смысл в чем если ставить на обычный бак маленький клапаночек вот этот он засигнализирует он начнет стравливать давление но ввиду своего размера он его ставить физически не успеет это же не скороварка у нас пара поднимается огромное количество количество поэтому чтобы клапан был рабочий полностью предохранял надо ставить вот такой понятно вот а вот эти вот все больше для душевного спокойствия я надеюсь подписчики услышали ответ вас по поводу да ребят на момент выхода видео в течение 10 дней после как видео выйдет по промокоду имховидео 7% скидка на все оборудование имховидео но подошли мы к нашему очень близкому дистиллятору который живет с нами практически по соседству антон все его знаете уже представлена масса вкусных напитков надеюсь сейчас он будет нас удивлять ну надеюсь каким секретом пока поделится секретом есть вопрос и нужно понимать что хотите попробовать друзья мои хочется попробовать вот что ты говоришь считаешь сложный напиток что представляешь что представляешь представляю на конкурсной программе или вообще сегодня сегодня масса всего а по поводу конкурса программы это соответственно яблоко не выдержанное яблоко выдержанное это 3 года кроводос это 2 года ром и молд тоже 2 года яблоко давай выдержанное яблоко выдержанное яблоко выдержанное да пробуем кроводосик правильно давай кроводосик давай кроводосик я сегодня со своим я поэтому давайте я вас поддержу кстати антон это роман он из троицка тоже занимается самогоном у нас так лучше подписчик что такое самогон скажи опитками да вот это уже правильно да давайте товарищи давайте друзья творчики успехов попробуем яблоко 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 здесь очень много яблоко здесь порядка 12 садов это 3 года назад я собирал месяц с отцом а вот сейчас он такой вышел 4 евро между прочим я не от кого скрывать не буду эта бочка это кавказский да кавказец да ну 3 года назад было сложно достать что-то американское ну вот он сильно поменялся когда ты заливал его в бочку и сейчас конкретно очень сильно да здесь очень мало яблоко осталось но он есть на заднем фоне на заднем фоне да кавказец чувствуется бочка чувствуется но он при этом при всем остался мягким и хорошим обидом вкусные ножки все шикарно хочу сказать ну я пока только 4 4 5 вот здесь как угадаешь так попало на самом деле с кавказцами нужно угадать попасть да просто чтобы она тебе досталась у меня было много кавказцев работают только две все остальные ну и все знают что у нас позапрошлогодний победитель на кавказе тоже взял на кавказе взял первое место победителя правда зерновой продукт был и он там первое место схватил как у тебя ром поживает вот он пожалуйста можно попробовать он у тебя купажированный нет чистый сахар на сахаре тростниковым да это сахар и мед а сахар и мед сахар сняковым плюс мед да сбраживал вместе или по отдельности сбраживал по отдельности потом перегнал спиртсерец спиртсерец весь объединил а потом все понял пробуем да классно куда выливать водичку пейте пробуем сколько лет уже два года два года бочка 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 30 литров это как раз таки сережка которые организаторы напитки дома это майклоп ооо нет 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 брус это да с подмоделя да на запах больше мягкий по вкусу немножко рисковато потом ну он пути пусть и зато остается такое здесь 45 градусов да а вот пути пусть и прям классно да возможно если его сильнее у меня что то на заднем фоне какой то я не пойму что такое обычно как то у рома как то вот нотки именно сахара протаскиваются а здесь в конце какая-то какая-то она уходит мне кажется а потом она уходит ну не знаю но приятно а можешь поступить я по рому не мастер мне просто интересно попробовать да слушай по рому мы все здесь не мастера потому что блин ну у нас это не так развито пока что да и нужно ждать когда эта культура она уже развивается очень не кисло соответственно будем смотреть что будет дальше сейчас есть все возможности все рычаги есть сырье есть бочки есть руки есть оборудование нужно работать и просто достигать того то что у нас есть не лениться конечно Антон а где ссылка будет ребят только если вы найдете в инстаграмм вконтакте я ссылок никаких не даю я не блогер я не ютубер соответственно если вы захотите ко мне как-то попасть на страничку пожалуйста о вечном дистиллере welcome ну страничку мы разместим да в описании будет ссылка на страницу антон ну подошли мы на стенд завсегдаты конкурса ярославские ребята очень много отзывов положительного вы пришли уже поинтересоваться что у них новенького ну и отведать может быть какие секреты нам расскажут секреты конечно не расскажут ну чуть чуть секреты стоят денег больших денег но что нибудь нальем обязательно что представляете на конкурс на конкурс мы традиционно не представляем ничего потому что уже много лет мы являемся судьями конкурса и поэтому как бы не очень честно мне кажется выставлять что на конкурс и потом это судить а в нашей линейке как всегда в основном это зерновые дистилляты и специалитеты на их основе это так называемое хлебное вино исторически русские напитки ну и так называемые правильные водки то есть водки называлась по большому счету назывались настойки на хлебном вине на зерновом дистилляте разной степени очистки и сегодня в общем то у нас все то же самое отдельно стоят несколько напитков которые являются скорее из области экспериментаторство да ну и вот то есть есть хлебное вино это классика это рожь есть хлебное вино неправильно его называть но тем не менее это ржаной гречишный дистиллят из нашей классической гречки и вот это вот все это как раз производные точнее специалитеты на основе классической нашей ржи то есть это настои на и сложные бальзамы на основе ржаного хребного вино ну и как судьи заберем мы же вперед скажите насколько у нас выросло в качестве напитков которые предоставляли сейчас на на судейство сложнее стало судить или до сих пор очень много дисклификации тут нельзя говорить о сложности судейства и честно говоря в этом году просто по определенным причинам именно на этом фестивале не получилось судить даже хлебное вино вчера то что мы больше всего и любим судить а если глобально взять и этот фестиваль и лигу мастеров и другие фестивали там где приходится пробовать и судить что-то тут как бы оно не то что выросло по отношению к какому-то другому периоду оно просто постоянно растет идет семильными шагами и не сказать что стало сложнее но судить стало приятнее то есть ни для кого не секрет что по крайней мере кто в теме что года 3-4 назад судить было сложно совсем пробовать было сложно совсем многие напитки они не то что в рот не брались они выливались сразу после первого нюха сейчас совсем ситуация изменилась качество напитков растет очень да мы гречку попробуем но я хочу сказать что на самом деле вот когда вот такие винокурни у нас есть в россии без вкусных напитков не останется это точно более того более того хочется конечно превратить свое ремесло и свои хобби из увлечения превратить если не в индустрию то по крайней мере перейти в какой-то инициативной группе в рабочей группе совместно с росалкогольрегулированием задача которой попытаться все-таки каким-то образом вывести законное поле производства именно малое производство малые винокурни вывести в легальное поле существенно рожь она просто бомбит ну если я стал судьями то конечно это было бы еще лучше я стал судьей я всегда был привержен адептом фруктов лозы поэтому выдержанные не выдержанные давно к этому шоу поскольку раньше считал себя не достойно ну как бы не не так подкованным но в прошлом году получил наконец-то номинальное образование что позволяет мне сейчас находиться официально в статусе сомелье членом ассоциации сомелье россии но и рад совершенствовать свои навыки в этом сегодня не участвует у кром судью стала такая же я прям себя вижу в шапке в манте у нас стоит у нас стоит традиционный как бы стенд где работает тяжело моя красавица жена неизменно искусственных фестивалях я как видите болтаюсь без дела по столам бою видео и естественно нахожусь вне номинации я здесь уже по моему доказал всем да и себе в том числе все поэтому нет и я сегодня и далее на наверное на этом фестивале номинации и расскажи теперь вот опираясь уже на судейство которое было на протяжении двух месяцев чтобы там судили как уровень напитков предоставлена на судейство были интересные напитки естественно на некоторые напитки можно было смотреть печалью очень много удалось так откровенно очень много в том числе и жлака пока еще не все серьезно подходят перегонки но было очень много во всех номинациях было очень много интересных ярких момент их было не большинство но прям некоторые напитки действительно за них разгоралась пришелочная борьба среди судьями а надо сказать что система судейства о знака качества но я не буду говорить уникальной на на самом громко но она не совсем традиционная и один судья не имеет собственно говоря никакого голоса если сидят там шесть семь восемь судей оценки поставляются коллеги что получается максимально честно и одна номинация судится строго в один день то есть восемь раз мы собирали коллегию можно представить происходит происходит по выходным дням образцов до 34 у нас доходило одной номинации 8 номинаций я считаю что это максимально интересный и классный и правильный и профессиональный подход судей а если сравнить по сравнению с прошлыми годами уровень при приготовлении напитков или также всего в процентном соотношении также в прошлых годах я не был представлен среди коллегии вот мой друг коллега и член коллегии сергей пушкарь он уже было три с этим вопросом к нему в целом мое мнение наверное что в целом уровень кто учится кто развивается кому это интересно тот неизменно растет но неизменно растет и общий уровень напиток напитков тех кто учится поэтому конкуренция возрастает и напитки в целом конечно же становится все лучше я судил только две номинации надо понимать но мы с членами судейских коллеги общаемся и в целом короче говоря были номинации где победитель был четко определен и даже у него второму место было довольно таки далеко но все такие обсуждения они после объявлений все объявления сегодня будем делать но были номинации и не одна где допустим первая тройка и даже четверка она могла вот и переставляться и принципе тоже было бы все это поэтому обращаюсь к тем кто завоевывает 4 5 6 и даже тех попал в 10 а мы с номинацией по 8 30 вы на это смотрите философски и вот это вот получить медаль диплом первое место второе войти в тройку конечно очень сильно приятно но я вам скажу как человек прошедший но прям вот подобных фестивалях очень многое и победивших в том числе но вы никогда не расстраивайтесь тому что вы не получили медаль и никогда не слишком не совершайте свои способности если вы ее получили потому что потому что все это относительно это жизнь и корона должна расти когда вы вот из 100 соревнований вы привезли 100 медалей это наверно о чем-то будет говорить если человек попал в десятку это очень достойно я на сколько понимаю наравне с уровнем винокуров растет уровень цемелье правильно безусловно здесь корон уже выросл ребят ну рекомендации мы пришли на стол номер 27 ребят с отрадного говорят что тоже очень интересные напитки будем пробовать расскажите о себе чем хотите удивить называется у нас а тут все написано собственно говоря у нас лаборатория я уже забыл даже как экспериментальная лаборатория филимоновка но собственно я название по фамилии поэтому можно вы как его любите могу как я сделать давайте раздражите на вот что мы но занимаюсь я если честно с 85 года началось это дело а потом перерывы опять заниматься заниматься моду занимался сюда пришел здесь будет сейчас вопрос все задают как отбираем голову голову отбираю или стройка я нанюх не я высчитываю папили лист по капель или стройка ай в зависимости от количества перед перегоняем могу чаще все но я думаю это делаю по капельным оборудование какой-то 2 до 2 дюймовая колонна медный все это мед не нержавейка в начале первые перегоны нержавейки потом на меня на давайте нам что-нибудь из хлебного вина если зерном занимать есть овес есть рожь давайте рожь но есть если люди знают рожью очень тяжелую работу на самом деле капризный продукт ну да овес капризнее ну что пришлось и всем рожиным дистиллянам это супер мягкость это просто нас как будто масло прям бьешь реально мягко заходит как будто там граусов 20 сколько здесь я не помню 41 скорее всего 40 я думаю что 41 скорее всего что еще что еще много налили про мне можно вылили чтобы делать не могу я не позволяет это выставка можно на понят они овес не овес вообще 42 получился условных 40 давайте овес всем по-разному кому-то это нравится есть не умеет овес 82 процента на конкурс я выставляю вот вот это джим и рожь да 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 в днх привет люди на канал снимают бобон виски 3 дуба 3 бочки а солод это из концентрата сделано и смена ржаного нет вот это вот это с конкурса бурбон это из зерна все есть вот эксперимент из ящевой крупы и недорогой муки а в хороших бочках и кубиках дешево быстро чем-то похоже на виски хорошая бочка это какая аварии французы почти три года что вы любите горько и крепко овес 82 градуса будет вообще по мне вообще по мне все мне так кажется что в россии перспективы получить хороший бурбон они больше чем получить хорошую бурбон мне кажется это вот у нас бурбон пойдет прям не пойдет я думаю да он очень хорошо благодарное сырье ароматика сумасшедшая подождите что именно я так понял вангог добрался до другой палеты уже три четыре напитка до достойных я про достойный это неважно скажи пожалуйста вот так чисто такое мнение перспектива в россии если сравнивать виски с бурбоном у кого больше шанс стать напитком который народ просто пойдет он больше чем ну как у нас водка популярна вот уж так же если поставить на предистал понятно что виски виски бурбон от разные страны вот нельзя но именно в россии российские условия изготовления того среди который мы имеем здесь сейчас сейчас как ты думаешь у кого перед перспектив больше ну то есть я понимаю мы рассчитываем на больше объем следующий раз ожидать он виски а конечно это будет виски это будет и новая виски но там есть проблема я вы прочее говорю я хочу говорю да я я понятно объясню ты понятно объяснил за куза это не то не та херня а виски не без лодовый это будет жировый виски он будет и сейчас вот саранск делает московее делает но не пошли в этом но вся проблема придется то есть ты считаешь что сейчас судишь условия даже не сырье имеет главный сырья у сырья она сейчас у нас пациентами грубая не не едет сюда все да я много есть если еще какая ну да это вкусно это вот наверное промышленные стоят наверное добрый день я искал видео связанные с миджетом доктором губером и счастливое совпадение нашел ваш канал посмотрел как вы там его покупаете красиво забираете ну и по вашему промокоду получил скидку так что вам респект и уважуха но у нас не только что выпить у нас есть что покушать да на самом деле с огромным удовольствием периодически смотрю ваши стримы вообще душевная обстановка до душевной обстановки я у меня нет нет ник алекс угол но я честно говоря я просто смотрю обычно на телевизоре они на телефоне поэтому чтобы написать коменты на телефон заходить в общем но сейчас лично познакомился буду писать вот но олег а вот по мероприятию искали по миске да да значит я прошел очень много столов и на мой на мой личный вкус когда мне понравился больше всех стол номер 13 мы сейчас пойдем попробуем мы сейчас попробуем 13 стол да мы туда не дошли еще на мой взгляд я могу ошибаться но мне кажется у него бочки на раз мне кажется самое лучшее потому что нет такой агрессии есть есть претензия на риски как бы ну может быть не то сказал он же такой личность легендарная на самом деле у него это пока конус стоит что просто вообще охренеть я кстати у мастера который ему делал оборудование тоже кое-что заказывал у меня оборудование для путь стила как раз у Михалева заказано а сколько сегодня попробовали риски но много-много но я старался ну почти где-то было представлено риски попробовал по мне наверно видно а как зашли ржаные 10 лет и гречка может быть я честно скажу больше вас ожидал гречку пробовали пробовал пробовал в разных местах гречку пробовал но я честно говоря думал что будет как-то поблагороднее все это еще я очень интересно я встретил поговорил илья николаевич по моему который вот сама менделеев канал он вообще интересно высказался все что это здесь говно а я смотрю ван гог перешел все-таки на крепкое я его спалил ван гог не посоветовал у кого кальвадос попробовать именно с зеленым яблоком вот ребята вот здесь со столом на самом деле действительно как бы интересный вкус смотрю в кухне то что вы делаете с большим удовольствием я вообще парни вы молодцы реально все душевно приятно по нынешним злым временам от вас добро идет тепло так что за вас удачи вам процветания я честно скажу не до конца досматриваю наши стримы интересно смотреть сначала пусть я себе вначале потом через час а потом через три и картинка так и меня я просто не так много времени провожу перед телевизором я что-то посмотрю все настроение создам как бы да и какими-то дальше делами занимаюсь ну а вообще вот эта тема самогонного варенья она как-то странно неожиданного вы как бы вошла в мою жизнь захватил меня очень большой интерес внутренней это я вообще далек от этой темы как бы да и потому что жизни каждого человека наступает время когда он понимает что пора гнать вот когда это время пришло и приятно выпить своего продукта первый стол дедушка прямо на входе не помниться же у него называется канал будем превозмогать вот у него кальвадос кстати вообще очень неплохо да 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 он я тоже я его смотрю немножечко у него там как будто немного подписчиков но у него такой интересный подход ко всему когда вообще такой подошли к нашим друзьям у которых шикарный посмотрите какая подача расскажите о себе мы из ростова я представляю самогонщиков ростовский наш такой коллектив напитки здесь все мои представлены у нас тоже проводятся форумы такие ближайший будет 24 июня всех приглашаем к нам в ростов-на-дону потом еще дадим ссылку на канал на обзор как это все будет там куда обращаться к кому сколько лет в девости просим это будет восьмой саммит сколько лет профессии я ну наверное где-то 8-10 там точно не считал на конкурсе у меня 4 у меня на конкурсе белая его у меня на конкурсе вода на белый дистолет из ароматных у меня конопляный самогон нормально нам это уже нравится выдержанных абрикос участвуют и ячмень в белом виде а так вообще есть ликер начином есть вина и на выдержанные в бочке вот есть начинка чаще всего какая схема перегонки на капоте меня брикосского что я знаю абрикос это без первой же ситуация всегда а поскольку вы в этом южном районе у вас практически ограничен абрикос и жердёла наша местная ростовская жердёла и абрикос они приблизительно 50 на 50 там задерживая популярностью конечно пользуются конопля даже не подумал что из него гнать можно что-либо мацерат я понимаю сахаров там нет ну уже до серы уберешь это чистый про абрикос это ничего не добавлял дополнительно абрикос и жердёла бомбическая штука бомбическая штука абрикос беспреку я спрашиваю всех абсолютно винокуров как считаете в будущем в россии по напиткам состоялась нет настоящее состояло и настоящее со счет мы с ним не угадаем конечно хотелось бы чтобы она была на нашей стране я уже и аналогов дина что но выше подчеркнула флагом по большому счету на вот вот хотелось бы чтобы у нас это все перешло законодательном праве какой-то нормальный вид для того чтобы домашние крафтовые напитки они на пулках появились для того чтобы качественные напитки попали к людям вот если вы в теме я ну не знаю не открою на америку что сейчас идет вопрос с ростом алкоголя регулирования по поводу упрощения входа в рынок домашних винокорин сейчас вопрос решается сейчас прямо там очень большие дебаты идут на эту тему я думаю что скоро это все дело состоится потому что все это она остатки жили сейчас все это пропало я должно появиться что-то наше вкусное и надели уже сделали причем несколько таких хороших шагов вперед вот хотелось бы чтобы еще видят винокурение вот они потому что в принципе все готовы покупать лицензии заявлять по честному то что они делают и честно с этого все готовы осталось только законодательную базу ну портиков успехов спасибо вы надеяться до встречи добро пожаловать надеется если я не уеду никуда в крым я обязательно до вас доберусь у меня обычно лето я крему я прям уезжаю там живу месяца два-три а где фиолент я специально я специально снимаем дом фиоленте там 850 ступени к пляжу будет ежедневно два раза в день приходишь и что пузико уходила после там возлеяние там мясо вкуснейшие просто ну и алкоголь наш на обычно берем 20 литров алкоголя в бочках с собой из клубного только пивас ну и вот такие вещи паш пойдем бурбон попробуем нет ты меня уважаешь пойдем еще попробуем пойдем гуляя по форму встретим нашего подписчика который сам начало здесь сам сказание приехал вас сегодня сегодня домой в один часок поедем вот вы говорили за кадром про плов да самый первый мою полку я увидел вас на канале олег готовил плов и сделал по его рецепту был плов я очень надеюсь антон молодец Ура! Приветствуем победителя за их симпатий, Погожев, Антона Овейшан Дистилене! Я очень надеюсь, что Антон возьмёт для себя эту мошу трёхлетнего. Это приз-тызан, друзья, и я совершенно чётко знаю, что я говорю. Антоша старается, Антоша очень старался, и он пришёл к этому. Антоша, я вручаю тебе твой голый диплом, а теперь я тебя научу, что с ним делать. Ну, первым, надо сказать дневную речь в адрес организаторов, так я, потому что они будут, и пустить диплом по кругу, пускай у тебя станет самым нарядным дипломом в всё время. Пусти его по кругу! Пусти сам по кругу! Пусти! 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 Ребят, ну, наше посещение форума подходит к концу. Ну, как к концу. Винокуров настолько много и обширная программа настолько большая, что мы просто не можем физически подойти ко всем. Народу просто очень много. Мы для себя выбрали, по нашему мнению, определенных победителей, по напиткам, которые мы знаем. Но в целом хочется отметить, что уровень Винокуров значительно подрос, как и уровень судейства. Очень сильно нас порадовал товарищ. В прошлом году он третье место получил. Я не помню в какой номинации, но в этом году у него первое место по водкам. Водка получилась настолько вкусная. Я вкуснее водки, честно, не пробовал. Ну а так, знак качества удался. Все винокуры видно, что выкладываются прям очень на полную. Причем, чаще всего народ не скрывает никаких рецептов. Все можно узнать, как гналось, в чем удерживалось, составляющие. Поэтому смотрите канал. Будем надеяться, что у нас... Да, канал есть. Гормон удовольствия называется. Подписывайтесь. Я больше винокур, чем какой-то кулинар. Ну, какой-какие кулинарные вещи я тоже буду выкладывать. Ну, основные, конечно, напитки у меня... Основные видосики будут посвящены алкоголю. Собственно, где... Ну, еда тоже может быть, да. Ну, просто в еде я не такой специалист. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok